Сценарий пошел куда-то вообще в разнос и от нескольких недель до нескольких месяцев он будет длиться. Что вы думаете по этому поводу, Андрей? Здесь ключевая фигура Путин. Он все-таки объявит мобилизацию. 1 апреля как раз день призыва. Он соберет еще несчастных срочников там и бросит в последнюю попытку атаки Владимира. Вот это в апреле будет обязательно. Даже распространились очень тревожные слухи, но вся история преступлений путинского режима делает такой сценарий весьма вероятный. Ведь почему мобилизация необъявлена до сих пор? Потому что когда они заговорили о ней где-то после пробава первых дней, выяснилось, что общество категорически против этого. Значит надо общество подготовить. Ну как готовить? А как они готовили общество к войне в Течне? Ну крупными террористическими актами где-нибудь в той же Москве, приписав их украинским террористам. Сейчас мы об этом поговорим, продолжим. Друзья, напоминаю, что это Украина-24. Напоминаю, что у нас же больше миллиона подписчиков на сегодняшний день. Поэтому приобщайтесь. Вы не только смотрите, слушайте, но подписывайтесь обязательно. Вы говорите, что это действительно тревожные слухи, тревожные намеки. Потому что мы помним, что во время Чечни взрывались многоэтажки. Еще что-то происходило, то есть террористические акты. Что в этот раз может придумать Путин для того, чтобы оправдать общую мобилизацию, которую не хочет Россия? Россия воевает. Что бы там ни говорили, все все равно не желают. Ну я уже сказал об этом. Что-то очень драматическое такое. Вот они очень много... Все американцы говорят. Американцы всегда что-то знают. У них хорошая разведка. Мы обратили внимание, что они каждый день повторяют, что Москва готовит какую-то химическую атаку. Ну а может какой-нибудь химический завод взорвать, там вот под Москвой есть, там в Воскресенске или Конопте. И показать пойманного какой-нибудь офицер ФСБ исполнит роль арестованного украинского террориста. Вот вам на следующий день мобилизация. Не знаю, так или нет, но на мобилизацию он пойдет. Это абсолютно. Это сейчас его последняя карта. А вы говорите, он будет идти до конца. До какого? Вот что для него является идти до конца? Ну, потому что мобилизация это инструмент. А чего он хочет? Он хочет продать, убедительно продать своему пипу победу над украинскими фашистами. Какой бы форме она была не достигнута. В классической войне он одержать победу не может. Это уже стало всем ясно. Значит, уничтожение городов, значит, перевод конфликта в более широкий конфликт с Западом. Запад двусиленно не хочет, а он может его заставить. Вот я считаю, реалистичным сценарием он начнет атаковать передвигающие по территории Польши. Военные конвои помощи Украине. Вот тут уже даже Столтенберг вынужден будет что-то сказать, что НАТО каким-то образом ответит. И здесь он использует конфликт НАТО для своего ядерного сценария. Он повторит свой классический шантаж к НАТО. Или капитулируйте, или убирайтесь, или я применю ядерное оружие. Вот проиграть он не может, потому что проигрыш – это политическая смерть, которая через очень короткое время трансформируется в физическую. Поэтому вот в этом он расходится совсем. Окружение может выжить. Все эти шойги и патруши, они могут подыскать об отдельных ошибках товарища Путина и так далее. Вот в чем разница между ним и всем остальным? То все остальные могут пойти на какое-то перемирие, спасающее им лицо. А он же свое лицо ничем, кроме абсолютного уничтожения Украины, в которой поклялся в этом деле, не сможет.